В ходе проведения мероприятия в поселке Лесной Шиловского района сотрудники ГИБДД обратили внимание на двигающийся автомобиль, водитель которого, увидев наряд ДПС, резко свернул с главной дороги на проселочную. Автомобиль ДПС проследовал за подозрительной машиной. Когда водитель увидел, что за ним следует патрульный автомобиль, он резко прибавил в скорости, однако после непродолжительного преследования не справился с управлением и в результате заноса остановился. За рулем внедорожника оказался 27-летний местный житель, который по всем признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила последующая экспертиза, проведенная на месте задержания. В ходе проверки личности водителя было установлено, что молодой человек ранее уже лишался водительского удостоверения за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. Это задержание не единственное. В ходе рейда нетрезвый водитель сотрудниками ГИБДД было выявлено множество случаев нарушения закона со стороны недобросовестных водителей. За прошедшие выходные в ходе проведения профилактического мероприятия нетрезвый водитель госавтоинспекции был выявлен 51 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительского удостоверения сроком от полутора до двух лет. За прошедшие праздничные дни на территории Рязанской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 29 получили травмы. В области произошло 102 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 7266 нарушений правил дорожного движения, в том числе 51 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».